всем привет сегодня опять на рыбалке приехал ловить форель вообще-то собирался совсем на другую рыбалку поискать стайную рыбу камеру потестировать но что-то в последний момент передумал приехал половить форель на озере пусто сейчас не знаю есть здесь рыба нет если честно будет клев нет как насчет погоды никогда за этим не слежу еду по желанию на рыбалку и нет нет попадаю конечно на хороший клев но это не всегда вот сегодня приехал в надежде в общем что будет клевать форель хорошо ну было такое мнение предчувствие не знаю на пока я буду здесь сейчас расставлять жерлицы лунки сверлить и все такое вы посмотрите одну из моих рыбалок недавних пару дней назад с дэном ездили искать жереха судака на речку было холодно туманно в общем сейчас все покажу кого поймали и так далее но я пока займусь здесь сверлением а Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Да, кольца обмерзают! Вот здесь он на бровке прям взял! Да, сто процентов! Есть! Есть! А, сошел блин! Видишь? Блин! Не, я прям на угол вон, видишь где? Добро пожаловать в Казахстан! Да, я же говорил, он здесь прям на углу стоит! Ну, дрыгаются они не сильно! Ну, дрыгаются они не сильно, дрыгаются не сильно они сейчас! Ну, все! Что там? О, такой же кабан! Та-дамс! Самец! Думаешь? Да! В общем, снял я две поклевки с обледеневшим стеклом на камере, пока катались его там все занесло! Ну, у нас есть доказательства! Да, рыба есть! Опа, был удар! Ну, сегодня, походу, крупники, да, будут у нас клевать, я так понял? Этот тоже, похоже, крупный! Видно? Ну, смело-то, наверное, нет! Ну, да! Ну, какой! Верзила! У тебя даже камера не облегняла! Ну! Хе-хе-хе! Ой, на одном крючочке держится! Опа! О, какой! Кабанера! Че, маленький, отпускаем? Хе-хе-хе! Еще, если да, смотри, какой огромный! Ну, это да! Точно не зацеп? Вон он! Ага! Это хорошо! 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 Опа! 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 С веток, поклевок и не было! И мы уехали! В общем, с четырьмя жерехами! Но, а это в принципе тоже неплохо! Я думаю! Для такой рыбалки, в такую погоду холодно было! Вообще просто! Нереально! Ну а сегодня будем пробовать форель! Сейчас расставлю жерлицы в большом количестве, 10 штук. Сегодня буду брать шире, там, там, везде на глубине расставлю. Придется походить, конечно, побольше, но ничего страшного. Также сегодня буду ставить на пасту двух видов. И буду еще использовать вот таких червячков, которые имеют очень сильный запах сыра. Посмотрим, будет ли на них брать. Причем у них очень сильный запах сыра. Даже порой в магазине сыр покупаешь, он сыром не пахнет. А вот эти вот штуки, просто нереально. Мне кажется, что на них должно клевать. В общем, проверим. Сегодня разные наживки будем ставить. Посмотрим, что из этого получится. Парелевая паста, пролежавшая год. Вот почему-то стало какой-то странной. Как будто бы высохла. Вроде бы была герметично закрыта. Не знаю. Я ее прям вот так вот поставлю. Почему нет? В общем, буду ставить одну на сырную пасту, одну на чесночную пасту и одну на червячка. Вот так вот расчередую. Ничего, нормально. Посмотрим, может быть, как раз на такое и клюнет. Пробовал я этими червячками как на активную приманку ловить, но так у меня и не было поклевок на них. Теперь попробуем вот так вот. Сейчас вот здесь только поставил. Только отошел сразу поклевка. Я подумал, что это даже не поклевка. Думаю, может, сама по себе сработала как-то. Только отошел. Начал тянуть, да, была рыба. Но тут же сошла. Паста еще не размякла. Поэтому она, видать, нормально не засеклась. Сперва начал я с балансирчика. Никак не могу разловить я. Купил несколько штучек таких японских балансирчиков. Никак они не разлавливаются. Потом перейду на силикон. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, клево нет. Иду искать, как всегда. Сейчас опять, как в прошлый раз, обойду все озеро. Везде засверлюсь, везде попробую. Даже, наверное, сегодня схожу. Там такой заливчик есть. Он длинный, но там мелко. Ну и довольно узкое такое пространство. Можно будет попробовать. Глянуть, что там творится. Может быть, вся рыба там встала, на мелике. Нужно будет проверять. Только что видел. Здесь глубина небольшая. Я так чуть повыше приманку поднял от дна. Я прям видел, как форель подплыла к ней. Так резко приблизилась. И сразу в обратку. Как будто бы ее испугала приманка моя. Вот это интересно. Что не так? Я на нее рыбу ловил уже. Все хорошо было. Интересно, почему она испугалась. Пришел я вот сюда, под такое дерево. Что-то показалось, что здесь может стоять форель. Она действительно здесь есть. Интересно, может быть, стоит поменять приманку. Какого-нибудь другого червячка поставить. Например, белого. Думаю, вот здесь можно попробовать камеру опустить. Посмотреть, что творится. Может быть, я здесь, кстати, форель вижу. Сейчас сделаем. Так, ну что? Принес камеру, думаю, посмотреть здесь. Вокруг дерева лунок сразу насверлил. Целую кучу жерлицу поставил сюда, в эту лунку, где форель видел. Сейчас посмотрим, что здесь есть на дне. О, сколько здесь травы. Ничего себе. Там дальше уже коряжник. Это дерево как раз. Но рыбы не видно. В общем, обсмотрел я здесь все вокруг этого дерева. Рыбы я не увидел. Ну, понятно, что форель это не та рыба, которую так можно в камеру разглядывать. Да, и возможно, она шугается, когда я ее опускаю туда, эту камеру. Да, убегает. В общем, обхожу те лунки, которые ранее насверлил. И пытаюсь заснять поклевку. Правда, и без камеры никаких поклевок нет. Мне просто интересно посмотреть, вообще увижу ли я хоть одну рыбу или нет. Вот, например, возле дерева я видел, как рыба так стремительно форель приближалась к приманке. Но почему-то... Я думал, что вот-вот уже схватит, но она развернулась, когда до нее дошла. Я и назад, короче. Вот это странно. А вот так пока даже не видно рыбы, чтобы где-то была. В общем, уже два раза видел форель. Сейчас здесь. И как раз в те моменты ее видел, когда запись не включал. Она плавает прямо возле моей вот этой вот приманки кругами. Туда-сюда. И даже не интересуется нисколько. Ну, вот сейчас запись включил, будет, нет. Ну, это всегда как назло. Вот сейчас запись включил, она даже не появится. Нормальная такая форелька, в общем, здесь плавает. Сейчас пониже опущу чуть-чуть камеру, чтобы вот так дно чуть-чуть было видно. Так что форель есть. Вот она здесь прям ходит под этой лункой. Но не хватает. Вот здесь все в жерлицах. Здесь сзади жерлица. И вообще не реагирует никак. Значит, все-таки бывает такое, что вот так она просто не клюет и все. Ну, давай покажись на камеру. В общем, форель здесь под лункой туда-сюда, туда-сюда плавает. Как только хочу заснять, она сваливает. Только выключу камеру. Она, короче, тут как тут появляется. Я уже запарился. Вот это вот неудобная такая конструкция. Переделаю я это все по-другому сделаю. Ой, блин, намучился, в общем, я, чтобы вот так вот направить камеру куда надо. Все за счет того, что она там болтается. О, форель уже раз десять я видел, в общем. Ну, не знаю, ну, может быть, что-нибудь где-то кусочек и записал. Покажу, разумеется. Но большинство, конечно, кадров все мимо. Что самое интересное, что она здесь плавает. И прямо вот то туда проплывет, то сюда. В разные стороны. А на вот эту вот мою приманку вообще ноль внимания. Даже чуть-чуть не реагирует. Я-то думал, будет форель. И клюнет по-любому. Только найти ее надо. Ну и все. Благодаря камере я вижу, что форель есть. Но она клевать не собирается никак. Ну, в общем, буду мучиться. Не знаю, я жерлицы перезаряжать, не перезаряжать. Даже понятия не имею, если она вот так вот себя ведет. Что клевать не хочет. Наверное, я не буду даже их трогать. Какой смысл? Может быть из-за погоды. Вообще сегодня солнечно обещали. Ну так, переменная облачность. В общем. Ну, солнце что-то пока не видно. Только облака. Может из-за погоды она так. Не знаю. В общем, как я не приезжаю на рыбалку, форель не клюет. Вот завтра будет клевать. Вчера клевала. А сегодня вот так. Да, это еще надо угадать с погодой. С давлением и все такое. Ну, вы видели, да? Что сейчас было. Вот я заснял наконец-то, как целых три форелины приблизились к моему червячку вот этому. Поинтересовались. Но хватать не стали. Да, лучше не знать, что там под водой творится. Ну, как я понимаю, одна, но сразу три вы видели. Еще разного размера все. Просто подплыли к нему, заинтересовал. А вот хватать не стали. И вот это вопрос, почему. Сейчас я одел форелевую пасту на крючок. И буду вот так вот, более-менее пассивной игрой проводки делать. Посмотрим, может быть, такую наживку захочет схватить форель. Все, в общем, я сделал все, что в моих силах. Вот такую плантацию из пасты очередно поставил. Чеснок, сыр, чеснок, сыр. Если она здесь ходит, блин, ну, хоть на одну-то должна взять. Посмотрим. А пока поснимаем дальше. Вы видели, да? Вот я и снял поклевку на камеру. Пожалуйста. Ну, что перед этим творилось, видели? Офигеть можно. Фу, какая там толпа. Видели форели плавала. Они хватали по очереди мою приманку. Но так себе хватали, в общем, не засекались. И вот одна вот такая мелкая все-таки соблазнилась. Может быть, они еще не ушли отсюда. Вся эта толпа. Давайте попробуем. Может, еще следом кого возьмем. Ну. Вот так вот. Не, вы видели, какая толпа сюда пришла? Вот 10 жерлиц. Пожалуйста, клюйте. В общем, после поимки рыбы еще парочку видел. Но уже так часто они здесь не появляются. Видимо, говорю, вот сейчас темнеет. Они куда-то, может быть, на меляк переместились. Либо еще куда-то. Очень редко появляется. Не спешу сегодня домой собираться. Хочу, чтобы стемнело. И еще одну хочу тему затестировать. Пока, в общем, сижу. В камеру наблюдаю. Но рыбы-то нет. Теперь. Только что на балансир тоже одна дергала. Тоже вроде бы заснял. Не, она так. На зубок просто пробует. Но не старается никак схватить прям сильно. В общем, уже темнеет. В принципе, решил я сделать такую тему. Поставил фонарь в лунку. И сейчас нам буду пробовать ловить. То есть, силиконку вот эту очень хорошо будет сейчас видно. Под водой. Не знаю, как рыба будет этого шугаться, либо нет. Вот я, в общем, решил вот такой эксперимент провести. Вот так половить. Не знаю, посмотрим. Посижу часок, думаю. Другой. Посмотрим сейчас, что там будет видно. Ух ты, как ярко. Наверное, надо фонарик чуть-чуть послабее свет сделать. Что-то, по-моему, чересчур. Очень ярко. Проплывала сейчас одна рыбешка. Она также не интересовалась, конечно, моей приманкой. Но не успел запись включить. Но она была. Просто хочу, в общем, посмотреть, есть ли смысл вот так вот ночью, допустим, посидеть, ту же самую форель половить вот таким способом. Ну, в общем, все на сегодня. Уже ловить стало невозможно. Нависают гирлянды уже на леску из льда. потемнело. Под фонарь, в общем, рыба не заходит. Никакая причем. Так, все, ничего не забыл. В общем, итог дня. Одна форель, но куча эмоций. И много чего узнал о повадках форели и так далее. Так сказать, мы с вами воочию все это видели. Ну, ничего. Будем и дальше проводить всякие подобного вида эксперименты. Может быть, к чему-то хорошему это приведет. Все-таки научимся ловить рыбу как-то правильно благодаря камере, чтобы потом и без камеры понимать, что там творится под водой и так далее. Потому что вы видели, что форель прикусывает наживку, но не зажевывает. Вот в этом все и дело. А так поклевки были, конечно, бесспорно. И много их было. Какие-то птицы на деревьях большие. Ну, все. В общем, я домой собираюсь. Вам пока. Скоро поеду на очередную какую-нибудь интересную рыбалку. Возьму оборудование и отправимся что-нибудь интересное снимать. Все. Пока-пока. Увидимся на рыбалке.